Погода налаживается, приближается сезон тунца. В этом видео мы не будем рассказывать о том, как приготовить тунца. В этом видео мы расскажем, а ты должна сказать. В этом видео мы не будем показывать, как мы готовим тунца. Мы покажем, как мы подводим его к лодке и поднимаем на борт. Ну что, а теперь все по порядку. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь расскажи, как тебе удается поднять тунца на борт? Все по порядку. Подвели тунца к лодке и он начинает ходить вдоль кормы. Туда-сюда, туда-сюда. Например, я стою здесь. Андрей здесь. Он старается подвести рыбу как можно ближе к багру. А я стараюсь уловить момент. Андрей отступает на шаг назад, чтобы была возможность приподнять рыбе голову. И тут надо смотреть, как только он открывает жабры, взять его багром. Если это не удается, рыбу приходится пробивать. Как только это произошло, мы одновременно делаем движение наверх багром и натягиваем еще сильнее удочку. И поднимаем рыбу на борт. Если мы видим, это бывает не часто, если мы видим, что он старается уйти под лодку, я тут же бегу и прибавляю скорость, чтобы он под лодку не ушел. Ну вот такая высота у нас с лодки. Это нетривиальная задача поднять тунца на лодку. Конечно, приходится нагибаться вот таким образом. Не буду мочить сейчас по-горде. Ну почему? Ну мочи, покажи. И вот так вот. Опа. И главное не забыть снять колпачок. Выбор снаряжения имеет значение. Расскажешь, как мы ловим тунца? Я вот предлагаю не рассказывать, как мы ловим, потому что от моря к морю, от погоды к погоде, от вообще лодки к лодке, выбор, например, воблеров или каких-то силиконовых приманок, он абсолютно разный. У нас видео мы хотели же с тобой снять о том, как мы поднимаем тунца на лодку. Это самое сложное. Я посмотрел кучу видео, и на самом деле не очень все так радужно среди их сменов, потому что их смены имеют неприспособленную для ловли тунца лодки. И достать, именно поднять тунца очень сложно. Я каких только казусов там не видел. И визжащая команда, и дети, смешающиеся под ногами, и тунца, которого пытаются поймать полиэтиленовым пакетом, вытащить на аборт. Есть такие видео в интернете. Поэтому я просто хочу показать, как мы тунца поднимаем. А на что ловить, это уже ваш выбор. С опытом приходит это, советы соседей. И когда вы впервые... Ну, если вы забрасываете приманку в воду, и потом с ней идете, ну, мне кажется, наши рекомендации будут вам полезны для того, чтобы вы смогли, если рыба клюнет, смогли ее поднять. Окей? Вот я считаю, что такой формат, да? Итак, значит, в первую очередь, в первую очередь мы должны проверить крючки. То есть мы должны иметь крючок, который не проржавел, который острый, это очень острые крючки, который может гарантированно подцепить клюнувшую на эту приманку рыбу. Не надо кидать ржавые приманки туда, потому что в конечном итоге вы подтянете рыбу к борту, и она обломит этот крючок. Были такие случаи. У нас конкретно были такие случаи. Это все из личного опыта. Ну, вот эта розовая приманка, если вам интересно, она вот у нас на Средиземке, в Восточном Средиземноморье, вот такой она величины. Она, в общем-то, это одна из универсальных приманок. Есть еще приманки вот такие вот, белая с красным, это тоже одна из универсальных приманок. Ну, а потом, когда уже сезон развивается, там уже идут различные развития тех, какие ставят. Силикон, конечно же, тоже используют, если вы долго куда-то идете, то, соответственно, силикон вам в помощь, как говорится, Бог в помощь. Но вы всегда должны быть готовы, если вы забрасываете приманку, что у вас клюнет рыба, в самый неподходящий момент она будет клевать. И поэтому команда должна четко знать, что нужно делать, которая вместе с вами находится, то есть ваша команда. То есть не должно быть истерики, не должно быть паники. Ну, мы попробуем сегодня об этом рассказать, но для того, чтобы не было истерики и паники, в первую очередь удочки нужно закрепить. Вот у нас кругом держатели есть, вот вы можете посмотреть там, там держатели, там держатели. Вы должны понимать, что рыба клюет всегда в самый неподходящий момент, вы этого не ожидайте, когда она клюнет. Поэтому из моей рекомендации под рукой должно быть место, куда вы эту рыбу положите, когда достанете. Не бойтесь, что у вас палуба испачкается, тик прекрасно, например, у нас отмывается потом морской водой. Самое главное, что вы взяли рыбу, тунец это дорогое, и бросать тунца вместе с леской, намотанной на него, или который тянет за собой леску, и вот воблерами, но это я считаю не очень хорошо. Если он уж у вас клюнул, то будьте любезны его доставать. Для того, чтобы его поднять, крючки мы сказали нужны. Дальше, леска, какую мы используем. Но в любом случае леска, она должна быть, она бывает либо монофиламентной, либо плетеной. Либо монолеска, либо плетеной. Монолеску мы используем 0,8,1 мм. Это как бы толстая леска, гарантированно вы можете, если у вас даже сломается катушка. А поверьте мне, катушки, дешевые катушки, они ломаются. У нас был такой случай. Но мы вытянули этого тунца, мы вытянули его на руках. Если леска у вас удерживает, если даже с катушкой проблема, если у вас с удочкой проблема, значит, тогда просто берете руками и вытягиваете. Для того, чтобы вы такую леску толстую могли руками вытянуть. Кстати, вот при монолеске мы ничего не делаем. Я просто сразу вяжу хорошим узлом, вяжу воблер к ней и даже вот не парюсь. Узлам я тоже вас учить не буду, потому что под каждой руки есть свой узел. В интернете великое множество. Вы все найдете, попробуйте, потренируйтесь. И какой-то из узлов подойдет вам, ну, как бы ляжет, как говорится, к вам в руки. Я очень много перепробовал, не все у меня получаются, но вот, тем не менее. Если у вас леска вдруг плетеная, то тогда, шнур плетеный, то вы, естественно, должны привязать так называемый шок-лидер. То есть все равно это монофиламентная вот такая вот нить толстая. Вот это вот конкретно выдерживает 35 килограммов. Она больше нам не надо, у нас крупнее рыбы здесь не встречается. Вот, а привязывается она вот таким узлом. Эти узлы тоже существуют в природе, существуют в интернете. Попробуйте, потренируйтесь, побежите. Значит, чтобы не потерять удочку и катушку дорогущую, вместе с ней эта дорогая катушка, поверьте мне, она по наследству досталась. У меня столько денег нет, чтобы ее купить. Мы используем вот такой вот, как сказать, фал, конец. Вы можете веревочку сделать, а у меня вот, по-моему, оружейный, чтобы оружие не могло выпустить из рук, достаточно прочные. Два карабина зацепили. Когда вы поставили удочку, вы обязательно должны закрепить ее еще вот такой вот штуковиной. Удочки я показывать не буду в любом, более или менее мало-мальски. При личном магазине вам покажу, какую удочку. Но удочка и катушка должны соответствовать вашей леске и соответствовать той рыбе, которую вы ловите. На маленькую рыбу, вон наверху у меня у нас удочка, она на маленькую рыбу. На каждую рыбу своя удочка. Нельзя одной удочкой поймать и тунца, и маленького карасика. Вот это карасевая. Вот там у меня две, у нас две удочки лежат. Это вот барракуду, если клюнет, или маленький, небольшой какой-то там амберджек. Дальше, что у нас еще здесь есть? Вы достали рыбу. Вам помогли достать. Наташа вытаскивает, я вывожу. Значит, ножик. Ножик нужно иметь под рукой. Были случаи, когда ко мне приходили и просили у меня нож люди, поймавшие тунца. Привет, Алекс. На самом деле, нож нужно иметь на борту, если вы уж взяли рыбачий. Вот это нож для того, чтобы обработать рыбу. Он плотный, толстый, поэтому между глаз. И, как говорится, рыба упокаивается, и уже вы спокойно можете ее обрабатывать. Естественно, для разделки рыбы существует большой шефский нож. В наших видео про кулинарию, про готовку он у нас мелькает. Вы можете их посмотреть и увидеть, каким ножом мы разделываем тунца. Кстати, по разделке тунца тоже куча видео. И, кстати, мы не будем показывать, наверное, как его готовить. В этом видео. В этом видео ножницы. Ножницы обязательно тоже нужны. Мало ли чего вам нужно обрезать. Как вы будете миллиметровую леску отрывать? Не сможете. Что у нас еще здесь есть? У нас еще есть вот такие вот кусачки. Тоже полезная вещь. Если нужно подцепить крупную рыбу, то не всегда вы руками ее сможете взять. Поэтому вот такие вот щипцами за губу она берется. Ну, они же и кусачки. Они же и помогают нам вытащить крючок потом из пасти, если он глубоко воткнулся. Обязательным условием, обратите внимание, мы тунца еще не ловим, а перчатки у нас есть. Потому что без перчаток вы не вытащите рыбу на леске. Она просто порвет вам руки. Но есть герои у нас в Марине, которые вытаскивали голыми руками, но потом, правда, в бинтах ходили. Но, тем не менее, в общем, можно, конечно, но зачем, если под рукой мы будем держать вот такие вот перчатки. Я люблю неопреновые. Наташа любит больше нитяные перчатки, но все равно толстые, которые выдерживают леску. Обязательно еще одна вещь, которую я забыл вам сказать, и которая у нас всегда присутствует. Если у вас клюет рыба, если у вас клюет рыба, и вам ее нужно вываживать просто так на руках, ну, как бы, можно, но очень тяжело и некомфортно. И все полноты ощущения не испытать. Вот я сделал такую простую вещь. Взял просто пластиковую трубу, примотал к ней держатель старый от удочек. И капотом я просто его кладу вот так вот на себя, беру удочку и вот таким образом выкачиваю. Можно поставить его на пол. Вот так вот. Упирать его ногами в него. И тоже вот таким образом выкачивать. Есть такие на пояс одевающиеся приспособления, в которые тоже вставляется удочка. Все это необходимо для того, чтобы поднять, именно подсечь и подтащить тунцок лодки. Достаточно такой сложный процесс. Не забывайте, что перед тем, как вы забросите приманку, вы должны понимать, как у вас будут работать удочки. Вот в нашем случае удочки могут попадать вот сюда. То есть они могут мешать. Поэтому вот положение, как вы встанете и что вы будете делать, оно, в общем-то, должно быть продумано. Это позволит вам получить кайф от рыбалки, получить кайф от вываживания и не создавать суету вокруг. И с уважением относиться к рыбе. Потому что если к рыбе вы относитесь с уважением, то и рыба, и море будет вам дарить всегда радость и удовольствие в рыбалке. Ну и будет хороший трофейный экземпляр. Поэтому уважайте рыбу, уважайте свой собственный труд и ловите с удовольствием. Говори, я чего. Да. Если это видео оказалось полезным, мы будем очень рады вашим оценкам и комментариям. Не забывайте о том, что у нас есть телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании. Желаем вам от всей души хорошего сезона тунца, другой крупной рыбы. Будьте здоровы и счастливы. Счастливы. Ты не плакаешь?